друзья полночь на часах самое время проводить midnight loft онлайн замечательный чай имеется компания сейчас присоединится причем и зрительская аудитория и наш гость программы а пока что всем привет очень рада вас видеть у нас сиквел а это значит что герои возвращаются сегодня главное действующее лицо владимир петров замечательный пианист человек который уже побывал в наших окошках сегодня самое время вернуться и собственно возвращаются те игроки у которых есть определенные результаты наработки за последние два месяца как изменилась жизнь к лучшему у вова мы узнаем буквально через несколько мгновений вот а вообще магистралью конечно по-прежнему являются онлайн технология лайфхаки артистическая жизнь свежие новости из реального мира свежие новости из нереального мира собственно говоря мы продолжаем креативить продолжаем радоваться продолжаем делать невероятные вещи и пытаемся быть очень продуктивными адекватными сидя дома сейчас мы уже начнем это обсуждение ну а пока вы можете поделиться как ваши дела написать насколько хорошо или плохо меня слышно я надеюсь что сегодня не будет проблем с трафиком потому что как говорит собственно говоря вовам конкурентов у меня нет в это ночное время поэтому будем верить в лучшее вот ну а вообще сейчас мы проверим как будет сегодня и вот я уже сейчас приглашаю нашего участника нашего гостя к диалогу наливайте свой чайок и составляйте мне компанию слышно видно отлично окей окей обратная связь должна быть спасибо друзьям на самом деле пятый сезон сегодня вот уже вышло голосование его результаты а дело в том что аудитория голосуют за продолжение то есть все ожидают шестой сезон но видимо шестой сезон будет заключаться в том что я пойду кому-нибудь в гости онлайн вот скорее всего такой будет шестой сезон хотя как знать как знать но пока что мы находимся в середине пятого поэтому давайте постепенно отвечать на вопросы алиса привет как ты поживаешь как меня слышно вот я прекрасно слышно прекрасно видно ты замечательно выглядишь вот у меня все хорошо спасибо у меня очень продуктивно проходит это время многое изменилось прошлого нашего онлайна вот но давай обо всем по порядку сначала пожалуй ты все-таки сидишь на вопрос как твои дела и какие превращения какие трансформации ты прошел за последний месяц потому что в общем то наверное с нашего с тобой онлайна прошло даже больше уже я понимаю чуть-чуть слушай а я вас я в каком сезоне участвовал это действительно больше месяца назад это сейчас просто был тест на трезвость ты знаешь как бы это был не первый сезон это по моему был сезон знаешь какой это был сезон сейчас тебе скажу какой это был сезон это был по моему второй сезон ну вот да действительно было прошло много времени да нормально у меня все мало что изменилось я во первых очень рад что ты не упала духом ты сохранила так сказать позитив как никто другой вообще действительно не ушла в депрессию да еще и каждый день здесь делишься с людьми этим позитивом это все очень здорово потому что в основном сейчас музыканты по-прежнему остаются в такой ближайшее время останутся в таком растерянном состоянии да но не ладно не будем о грустном я рад быть здесь второй раз вот что изменилось вот я принял твой челлендж и про провел аж целых два эфира сейчас мы с этим разберемся подожди подожди но ты знаешь да условия нашего нового эфира у меня хэштег для нилте он называется теперь интенсивная лофтерапия это все игроки которые заходят второй раз в окно они как бы заходят на второй круг второй раунд вот мы проводим уже совсем по другому критерию наши знаменитые вопросы но все-таки есть миссия такое что должно связывать два этих эфира ну давай начнем с простого твоя учеба к чему ты сейчас пришел какие достижения случились по части консерватории и что тебе еще ждет впереди что мне еще ждет впереди но но сейчас уже финишная прямая наконец-то определились и сорганизовались деканат и администрация консерватории в том как будут проводиться госэкзамены вот и один экзамен уже позади это специальность это было замечательно я провел этот день поздно встал как бы руки не потери рубашки чистые по-прежнему как тебе это удалось и у тебя есть двойник который за тебя отпахал этот день мы посылали записи любые записи за последние пять лет которые мы бы посчитали мы посчитали лучшими вот и пока профессора начать оценивала наши способности мы кто что я кушал вот я даже забыл потому что там вообще распределили как любое прослушивание по 10 человек в день я забыл в какой день я играл в общем я получил свою пятерку как и все остальные я тебя поздравляю молодец и самое самое страшное то что всегда самое такое волнительное но и одновременно приятное прошло прямо прямо за обеденным столом поверить не могу удивительно написали замечательный комментарий зачем ты красивый зачем 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 да действительно зачем когда когда сидел за обеденным столом они за рояля так ну да кишон типа ну спасибо да да значит смотри ну поехали дальше впереди еще остались экзамены какого характера собственно другие группа да это еще и аннотацию писали была защита к этому замечательному экзамену по специальности вот осталось еще конскласс сдать я до сих пор не написал все значит партии вот это еще предстоит в июне и чем тодика у нас еще ансамбль камерный короче предостаточно дедлайнов ближайший месяц распланирован четко ну это это хорошо потому что на ближайшие две недели я думаю что прямо тебе сейчас весь интернет сидит и завидует кому нечем заняться потому что ребята мне кажется что до 15 июня мы еще с вами сидим ой как сидим крепко и хорошо я решила что у меня пятый сезон станет как бы финальным последним что мы придем какому-то выводу и дальше мы уже как бы в реальной жизни встретимся и уже будем из одного окна стримить если очень сильно захочется но никак не из двух но вот что-то мне подсказывает что такого может и не произойти вот и что делать в таком случае я не знаю мы посмотрим будем по ситуации действовать но вспоминая наш предыдущий онлайн конечно осталось очень много недосказанного очень много недосказанности на мой взгляд какого характера совершенно разного ты уже вот сработал на опережение и сказал что ты проводил свое онлайн ну тут у меня несколько вопросов как твои ощущения в роли заводилы в роли человека который это все организует и как бы на нем лежит львиная доля ответственности за то насколько это будет хорошо или плохо потому что я честно говоря заходила на может быть на парочку из этих онлайнов но поскольку очень красивый язык конечно как музыка как музыка и ты хорошо говоришь то есть мне кажется что ты хорошо говоришь насколько ты хорошо говоришь я не знаю вот но это очень хорошо выглядело и ты хорошо звучал так сказать но о чем вкратце шла речь ты успокаивал людей по всей видимости потому что с таким вдумчивым лицом там что-то втирал что я поняла по эмоциям догадалась но это видимо был первый раз когда я вдумчивым лицом это все объяснял было очень непросто ты не представляешь то есть да я-то как раз представляю представляет но по тебе не скажешь вот ну я понял после этого что действительно нужно выставлять какой-то четкий план и структурировать этот вот час или два часа эфира чтобы была кульминация определенная и вот как это была тема потому что у меня лично мозги разбегались вот о чем шла речь ну да ты правильно сказал что меня я успокаивал какие-то итоги подводил в мире я чисто на эмоциональном уровне какого поняла потом по твоим глазам понимаешь там ты там глаза все все сказали понимаешь лучше чем какая-либо речь нет ну я старался ну если я уж провожу эфир то о хорошем надо говорить поэтому я собрал какие-то положительные статистики на тот момент где что значит творится и значит пытался как-то смотивировать вот успокаивал что это все скоро закончится хотя понимал в глубине души и в прошлом эфире я говорил что мы еще не скоро выйдем помнишь нет я то я то конечно помню но я не считаю что ты до конца все таки прав ну как то оно улучшается но подожди а к этой теме еще тоже вернемся не все сразу вот ты подожди у нас впереди два чудесных часа ты расслабься расслабься у нас все таки терапия все должно быть знаешь так поспокойнее короче говоря дальше я заметила еще кое-какие улучшения значит ну блогер на минималках тебе не дремлет ты играл какие-то вот собственно такие вот тоже концерты причем помню как сейчас на синтезаторе что-то в два часа ночи такое было дышевно потом появляются вот эти вот видео трогательные с гитаркой то есть там уже имеет место быть во первых ну мультиинструментализм в известной степени это первое что меня поразило ну а второе это конечно прекрасный вокал ты знаешь ты просто кладезь каких-то сюрпризов я не перестаю удивляться как тебе удается считать это все вот в одном флаконе так сказать в чем твой секрет так что же мне на это все ответить ну я балуюсь на гитаре я играю с детства а петь собственно под гитару действительно каждый хочет ну естественно по чуть-чуть регулярно ну как совсем нерегулярно пару раз в году прикасался всегда хотел усовершенствовать са в этом инструменте потому что вообще это кажется таким элементарным смотришь на Паку де Люси это кажется ну вот все близко как-то вот берешь только инструмент вроде как есть музыкальное образование знаешь как все там гармонически как с чем заниматься что это ну мне не хватало терпения никогда ну вот собственно на карантине я и взялся за это так что это раз а на синтезаторе ну подумаешь я же там не третий концерт Рахманинова играла так? ну так в том то и дело если бы ты сыграла третий концерт Рахманинова я бы даже не обратила внимание ну понимаешь у нас много таких умельцев вот я бы тебе задавала совершенно другие вопросы а здесь просто ситуация когда ну в общем нужно поддержать даже я бы сказала может быть иной раз простых людей ну да ты понимаешь о чем я что может быть сейчас третий концерт Рахманинова и не сработал бы ну то есть со знаком плюс понимаешь если знаешь что такое третий концерт Рахманинова все таки нет ну я посчитал что если уж эфир то это надо по лайту делать чтобы как-то ну в какой-то степени веселить народ в хорошем да в хорошем смысле как-то вот именно скрасить их досуг вместе провести хорошо время это сейчас очень необходимо я сам захожу не только на твои эфиры но в первую очередь на твои естественно вот подзаряжаться позитивом и энергией так что я понимаю что это это важно нечего тут ну мне нравится обычно твой комментарий что тебе нравится смотреть когда ты уже так сказать в постельке и на расслабоне это один вариант да как бы просмотра принимать в этом активное участие а кстати вот вот мы же не знали с тобой ни я ни ты никто вообще не знал что из этого выйдет вот такой вот ну сериал в известной степени каково тебе быть главным действующим лицом этого сериала ведь как я говорю если ты вернулся это что-то значит но я все-таки тут не играю кого-то да то есть я там себя там себя вот именно то есть но со стороны это действительно выглядит как сериал потому что я захожу вот и с нетерпением жду а что же сегодня ну да так вот что же сегодня ну хорошо потом тронуло мою душу это вот я почему-то вспоминаю вместо тебя что ты делала последние два месяца я лучше помню чем ты так обычно и бывает был челлендж бетховенский да когда вы играли значит семь пианистов играют лунную сонату очень трогательно один трек совмещен как бы на семь окон которые переключаются ну Вова что я могу тебе сказать мое профессиональное чутье подсказывает что твое исполнение было безусловно лучше но еще и интерьер который выдержан был в минималистическом стиле ты я знаю ты брал атмосферой я все я поняла твою концепцию ты брал видом из окна ты брал тем что в кадре не было ничего лишнего вот расскажи как ты добился такого эффекта потому что другие пианисты кстати я вот просто отметила что где бы они не находились а находились они по всей видимости в Мексике живут они гораздо лучше чем чем мы рояли у них почему-то есть ну а пианисты они я надеюсь они сейчас не понимают и не слушают они ну хуже чем у нас пианисты почему такое несовпадение как ты думаешь почему жизнь настолько несправедлива а в чем собственно вопрос почему такой уровень или потому что такой интерьер или почему рояль или что но тебе не показалось что это видео оно ну я же тебе вот отметила что бросается в глаза исполнительский уровень и как бы уровень интерьера как бы легкое несовпадение что этими составляющими почему например у тебя нет рояля ну или почему у них нет таланта тоже хорошего так, ну вообще я не видел их отрезки поэтому может быть я и что-нибудь придумал иначе, чтобы не выделяться так сильно вот, я не знал, что у него будет кто у кого будет райяд, у кого какой интерьер почему такой талант, я тоже не мог предугадать какие у кого способности нет, ну я поняла, что у нас с тобой как бы при взгляде сквозь камеру на интерьер есть нечто общее ну вы что, у меня тоже вот окна а ты решил взять как бы видом ну как бы штор не наблюдается ну зачем шторы, шторы не нужны я забыла их представить, я уже потом понял что это как тюремная камера без этих шторм ты знаешь, я даже подумала, что ты как бы просто в процессе, ты затеял ремонт скорее всего я угадала, что ты находишься просто на какой-то первой ступени, скажем так и я совершенно не смеюсь, я просто я просто констатирую факт нет, ну просто понимаешь Бетховенский год, ситуация изоляции все понятно, ну просто получилось очень, ну как бы смешно по-хорошему, да и ну я хотела об этом вспомнить я об этом вспомнила в конце концов ну потому что когда смотришь на это видео, ребят ну короче, все просто заходите на страницу получить истинное удовольствие я не помню, какая это от конца публикация да, кстати, к вопросу о публикациях знаешь, это так трогательно, что ты анонсировал наш эфир я тебе страшно благодарна, потому что далеко не каждый участник этих окон вообще может, оказывается, нажать кнопку сделать репост ребята, вот учитесь как бы нужно, нужно все-таки это периодически делать да, приглашать свою аудиторию но, что как бы породило во мне легкое сомнение как бы вообще, ну, как сказать, применение этого репоста то, что комментарии, которые были написаны они были написаны все, как бы, на испанском в лучшем случае на английском куда смотрит твоя русская аудитория? мне просто интересно почему русские люди так редко, они что, так зажаты как ты думаешь? они не комментируют даже пальцы вверх не ставят ни одного русского слова, невероятно почему? я же там продублировал в конце ты тогда а комментарии не твои, которые а, я не знаю, с чем это связано вот лучше ты мне скажи вот что в русских такого, что им жалко, что ли, действительно? мне кажется, что тут какая-то вот глубинная проблема глубинный нарыв, который мы только что вот просто прощупали, нащупали знаешь, я заметила, что у нас в культуре не принято выражать открыто свои эмоции вот, смотри, пишут русские даже не подписываются вот да, русские не подписываются я вот даже не знаю, что с этой информацией делать потому что ну там корни далеко уходят в грудь потому что вот у нас, например ну давай начнем с самого интересного вот здесь, на этой теме сворачиваем я тебе буду задавать наводящий вопрос и мы постепенно ответим на этот главный корневой вопрос, ребят Вов, вот так, если подумать вот в твоей жизни, какие вообще, ты можешь вспомнить хотя бы несколько русских, а потом может быть, ну зарубежных так сказать, противовес интересных, реально классных интервью которые у тебя брали там для JQ, Esquire, там не знаю каких-нибудь других музыкальных порталов может быть нет, мне не надо об этом спрашивать я всячески избегаю интервью и действительно и выбираю максимум один что говоришь? особенно сейчас нет, но прям убегаешь из кадра ну слушай, ну в прошлом эфире мы это уже обсудили говорить я действительно не очень люблю нет, подожди, ну а если говорить, а потом об этом пишут все равно так или иначе это облекается в какую-то форму не обязательно это видеоинтервью, да то есть вот формат даже сейчас же его вообще я не это имею ввиду, я имею ввиду какие-то ну там газетные статьи, журнальные статьи то есть вот пиар в своем как бы самом классическом понимании ну если бы ты только знал, что такое пиар в классическом понимании да, Вова? вот здесь вот в скобочках заметил ну озвучивали там и в Мексике и к счастью и там в Москве пару раз тоже озвучивали так что, а к чему ты клонишь? я клоню к тому, что мне кажется, что вот эта вот безэмоциональность в принципе человеческая она связана с тем, что у нас не особо любят как таковую огласку и достойную публикацию по тому или иному как бы поводу то есть инфоповодов в России даже чисто музыкально даже в одной Москве очень-очень много а пиару это придается ну поскольку-постольку то есть тут на самом деле у меня два вопроса рождаются либо у нас так все плохо с критикой что безусловно именно так либо люди просто пишут об одних и тех же артистах что тоже так, безусловно и вот здесь вот мы подбираемся к самому главному что получается комьюнити для музыкантов вот вообще мир молодых музыкантов вот как ты себе представляешь все наши профессии и все наши возможные применения ну атисты, допустим, играют чем занимаются музыковеды? чем? ну они же не только преподаватели ну да, пишут по идее они должны писать по идее там должен быть менеджмент в известной степени и вот мы тут уже как бы нащупываем уже постепенно обратно сворачиваемся к нашему корневому какому-то вопросу и понимая, что у нас даже вот на уровне чисто профессиональном есть какой-то определенный, ну вот не знаю, зажим, нежелание плохо с критикой плюс ну да, конечно, а как же иначе? именно так поэтому я и спросила, что было ли что-то такое запоминающееся ну когда знаешь вот за рубежом, например, сплошь и рядом личность журналиста хорошего, талантливого, яркого иной раз запоминается лучше, чем ансамблист которым ты играл на сцене если это по-настоящему сделано здорово и я сейчас не преувеличиваю ну слушай, на Москве то, о чем ты говоришь ну известно, что критика, она ну проплачена, это часть профессионального контента это уже стало рекламой то есть если изначально критика критики музыковеды предназначались за того, чтобы как-то вот какой-то сенс устраивать да, ну прям справедливо то есть это хорошо там или это плохо то ну потому что они должны были как-то направлять публику хотя я считаю, что публика и сама прекрасно понимает, что им нравится и они всегда будут слушать то, что они хотят ну вот но это стало рекламой да и так что ну я с тобой не согласна я с тобой совершенно не согласна то надо выяснить что было первое яйцо или курица понимаешь то есть смотри я тебе популярно объясню мы для них как бы их хлеб не будет новостей не будет статей не будет писак все, конец понимаешь то есть как бы на самом деле то, о чем ты что, о чем ты говоришь можно сейчас я секундочку прям быстро договорю это правда только в том случае когда этот контент ну он допустим не какой-то супер яркий да и как бы они просто действительно приходят на какое-то среднее мероприятие они об этом писать не хотят и действительно есть опция проплатить, что называется да такое есть но в принципе в общем и целом это их святая обязанность приходить узнавать самые лучшие вещи писать о лучших пианистах узнавать кто из молодежи например да там не знаю какие конкурсы выиграл в принципе этим должны заниматься и продюсеры они должны знать лучше чем профессура консерватории кто какой конкурс выиграл из русских должны просто держать руку на пульсе вот так вот мониторить должны ежедневно, и тогда получается то, что получается, когда своих поднимают на щит вовремя, своевременно, а не так, что, пожалуйста, с протянутой рукой ты просишься, чтобы о тебе написали или тебя куда-нибудь приняли в какую-то организацию. Чувствуешь? Ну, вот представь, эти критики работают в штате, допустим, они получают зарплату. У них может быть своя политика. Они входят на все эти концерты, могут писать там, либо, ну, смотри, какой человек, или какая действительно политика в компании, либо особо не писать хорошее, стараться не пишать, или наоборот, писать очень хорошее, ведь у каждого свой почерк. Допустим, если, не знаю, New York Times напишет, что этот художник гений нашего века, ну, я в этом, на самом деле, ничего не понимаю, и, наверное, если пройду мимо его выставки, скорее всего, зайду и как-то, может быть, повосхищаюсь. Так что, а что это, если не реклама? Это не реклама, в том-то и дело, что, как бы, ну, это просто их святая обязанность писать, понимаешь? То есть, как бы, и без этого не существует портала. То есть, в таком случае, а что, из чего будет состоять журнал, из чего будет состоять, как бы, ну, хорошо, окей, будет юбилей, там, так, в этом году у нас юбилей Чайковского, страничка, разворотик, потом разворотик у нас с Бетховена, так, ладно, прориснули, теперь у нас разворотик с Мартину, например, ой, и что-нибудь еще там, а, еще гороскопы разместим для музыкантов, и все, захлопывается на этом журнал. Нет, ну, понимаешь, ты прав, но ты прав только наполовину, то есть, как бы, это, скажем так, какая-то часть их деятельности, когда это контент платный, и он уже, знаешь, что называется, они за это не несут никакой ответственности, а изначально, это то, как раз то, что ты первая озвучила, когда ты сказал, что они должны как-то оценивать, то есть, это было раньше, когда, может быть, музыкантов было меньше, или когда, может быть, критиков хороших было больше, но, в любом случае, эта проблема, она существует, и мне вот просто пока непонятно, как ее решать, но я думаю, что он, конечно же, должен выделиться какой-то энтузиаст, ну, как в любом деле. И? И? Ну, я думала, ты продолжишь за меня, и, например, создать какую-то инициативную группу, или, если он супермен, тогда он, как бы, может и сам что-то такое основать. Ну, может быть, какое-то печатное издание слишком громкие слова, хотя, почему нет, но какой-то интернет-портал, это очень возможно, для этого даже не нужно особых затрат, для этого нужны мозги, хорошая фантазия и знание нашего музыкантского мира и желание ходить на концерты, как минимум. И иметь свое мнение. Нет, ну, затея, конечно, очень хорошее. У нас же есть какой-нибудь форум-классика, где всякое такое сборище. Да, или, может быть, Докапа Альфины, или, может быть, у нас есть там классика Music News, или, может быть, у нас есть MusicLand. Знаешь, у нас есть, но проблема в том, что мы все время сталкиваемся с одним и тем же, что порталы вырастают, как бы, они пишут о каких-то, допустим, своих, ну, я даже не знаю, как это объяснить, ну, выделяется энтузиаст, и вокруг него есть какой-то круг, то есть, как бы, портал начинает взрослеть, взрослеет его аудитория, и как бы то, что уже там подросло за это время, уже на это не обращается внимание, как правило. Так же происходит с фестивалями. Но это сложная тема, которую мы с тобой затронули. Я прямо вижу по твоему лицу, насколько тебе сложно. Просто почему такое лицо? Это идея хорошая, затея хорошая. Просто я и всем музыкантам советую. Я всегда старался не обращать внимания на любую критику, но если хорошая, хорошая, если плохая, но и тоже, стараться не зависеть от этого всего. Естественно, но она должна быть, потому что это, как бы, публикация, тебе же должны писать. Ты знаешь, вот, например, хорошо, хорошо, давай вообще вот чисто практическое применение всего того, что я сейчас наговорила. Ты поступаешь в какой-нибудь зарубежный вуз, спрашивают дипломы, ты там играешь экзамены, публикации, статьи критические, которые о вас написали за все время, на которые ты был вот таким вот мальчиком, и ты мальчик вырос, понимаешь? А где? А этого нет. То есть у тебя есть все, у тебя есть 200 миллионов дипломов, ты весь такой распрекрасный, а почему о тебе ничего не писали? А ты такой, ну, у меня сторона такая просто. Они такие, да, серьезно? Ну да. Нет, ну это же я не придумала, это есть. Вот, например, у меня есть друзья, которые там и в Лондоне, да, в Королевской Академии такие требования на то, чтобы поступить на мастера, например, да, или, не дай бог, еще дальше там это третий уровень сложности. Ну этого я даже не знал, слушай. И не только там, в Европе сплошь и рядом, то есть люди реально сталкиваются с этими проблемами, в США я вообще молчу, это просто как отче наш, то есть как бы как нет публикации, у них даже рецензии пишутся на концерты, которые вот ты сыграл, типа, как, не знаю, там, зачет пошел сыграл в малый зал, понимаешь? Ну да. То есть буквально иногда это просто какие-то даже такие, знаешь, выдержки, такой столбец, что типа играл то-то, 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 это было так-то, 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 то есть я же не говорю, что прям вот разворот Джейкли, да, я говорю о более скромных вещах, но вот у нас даже этого нет. И обычно этим занимаются студенты, то есть у них есть такие практически тоже, ну, задания, да, что ли. То есть мне кажется, что вот этот момент в консерватории или, в принципе, в системе образования или, я не знаю, в культуре у нас не доработано или как-то упущено, или он как-то забыт, вот. Ну, подумаем, обсудим. Услышал тебя. Ну да, ну, в конце концов, такая проблема существует. Да, это правда. Еще один момент, который еще тянется тоже с прошлого онлайна, вот, но это такая больше закулисная наша с тобой история, но не могу не поделиться, не могу, прям вот очень хочется. Все-таки ты уже должен был понять, я решила тут запустить новый онлайн-проект, онлайн-поваренная книга от музыкантов, и мне не хватает секретного рецепта Шарлоткин. Никто не знает, как готовить, никто не знает. Что делать, Вова? Слушай, ну это очень просто, что там? Нет, мне так не рассказывают. Что, яблоки? Ты просто, ты как бы хотел, по-моему, после моей замечательной пасты, приготовленной в IGTV, ты хотел поделиться своими лайфхаками, но я вот все мечтала увидеть себя в фартушке. Да нет, это все будет, просто пока что, ну, не хватало времени не то, чтобы сайт-нот прям, просто действительно в приоритете пока вот учебный процесс был и пополнялся там всякими разными. Тогда добрый десяток вопросов. Я могу сейчас просто вычеркнуть, знаешь почему? Потому что следующий вопрос, ну, Вова, вот послушай, следующий вопрос, ты на него не сможешь мне ответить, ну, ты постарайся все равно. Вот сейчас грядет время отпуска. Какие у тебя планы? Ух ты. Ну, как-то сорганизовать так же, ну, не так же, как и Москвы, наконец, куда-нибудь подальше в деревню с инструментом желательно. И вот там дальше по обстоятельствам. То есть, получается, ты не собираешься покидать эту страну? Пока что я не вижу возможности, как дальше, то есть, когда откроются границы, я пока и никто не знает. Так что нет, пока не собираюсь. Хорошо. А вот перед тем, как ты поедешь в деревню, желательно, с инструментом, ты собираешься встретиться в реальности со своими друзьями? А, ну, по идее, нам сказали, что нам придется явиться в консерваторию и забрать диплом. Обалдеть, когда? Ну, в конце июня, вероятно. В последние. Да. То есть, у вас все-таки будет выпуск твой. Но это будет повод, как бы, пойти и компенсировать отсутствие церемоний праздничных. И, так сказать, отметить, зажечь как следует. Да. Так подожди, то есть, получается, официально не будет выпуск нового? Нет, 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 официально ничего. Ты что? Заберем просто в деканате диплома и до свидания. Угу, угу. Понятно. Ну, слушай, а вот эта вот тема, как бы, такого, ну, отдыха на природе. Знаешь, многие говорили в этих окнах, что вот в связи с самоизоляцией, они решили, что вообще нужно, как бы, думать о том, чтобы покупать когда-нибудь дом, где-нибудь, там, не знаю, частный сектор, жить на земле. То есть, короче, вот эта вот история с квартирами, там, не знаю, с мегаполисами, она уже, типа, не популярна. Как ты чувствуешь по себе? Ну, покупать точно не надо, но съезжать с квартиры и снимать дачу, действительно, стоит об этом задуматься. И, возможно, там, если я останусь дальше в Москве, то я так и сделаю, потому что, ну, потому что, не знаю, в аспарантуру будут поступать или нет. А вот, кстати, я хотела спросить. Нет, я об этом думаю, просто это еще будет точно не скоро, это в октябре или даже позже, ну, как минимум в октябре. Так что, вот, и кому еще тоже? А в аспарантуру получается, как бы, это же очно, да, по-любому, ну, серьезные слишком вещи? Я просто не знаю. Например, в ЦМШ уже онлайн заявки принимают. Вот, в консерватуре, наверное, ну, возможно, в аспарантуру тоже по записи, вот, я не могу ничего сказать по этому поводу. Понятно, понятно. Но если ты окажешься, как бы, на природе, на дикой природе, то, очевидно, тебе есть чем поразить воображение всех окружающих, потому что, насколько я понимаю, ты же умеешь, так сказать, держаться в седле, поделить с нами своими хобби и своими увлечениями. Не каждый человек может такое вообще устраивать. Что-то мне подсказывает, что ты умеешь. Или это было постановочное? А-а-а, все, вспомнил. Ты что, нет, это где-то уже третий раз. Это вообще... А ты когда-нибудь, кстати... Никогда. Ты не занималась этим, да? Нет, это точно здорово. Нет, и даже... Ой, как же это называется-то по-русски? Когда... Конь и спор. Ну, когда, в общем... Когда конь бежит, а ты на нем. Как это по-другому называется. В общем... Не помню, знаешь? Нет, ну подожди, в смысле, когда бежит чуть-чуть, рысца или что ты имеешь в виду? Рысца, голоп или что? Нет, а, вот, голоп. Ну, прям голопом даже. А, то есть ты умеешь, да, держаться вот так? Ну, это очень сложно, насколько я знаю, страшно, скорее всего. Это просто больно. Ну, понятно. Понятно. Значит, ну, значит, так. Так, следующий вопрос. Вова, а вот все-таки возвращаясь к нашей жизни, вот, реальной вполне себе, когда запланирован первый концерт, на сегодняшний день, по-твоему? На сегодняшний день, в середине сентября. В середине сентября. И ты думаешь, он состоится? И другой, как бы тоже в подбежном состоянии, середина октября. Я не знаю вообще, но я очень надеюсь. Прям очень. Но... Я не... Не буду... А, подожди, а комментируют как? Что это будет в формате онлайн или это будет реально... Нет, нет. Все-таки есть надежда, что... Ну, у многих есть надежда, да, что в сентябре и октябре много чего запустится. Ну, да. Но если не будет второй волны, не дай бог. Если вторая волна будет, все. Ну, вторая волна может быть и потом, понимаешь, и третья. Понятно, понятно. Слушай, кстати, вот в последнее время, в связи с ситуацией, в связи с тем, что все обратили внимание на вот эту вот тему здоровья, тему как бы какой-то сохранности самого себя, все чаще слышу от музыкантов. Может быть, тебе тоже эта тема понравится. Ну, вот, как бы играть в поддержку, там, защиту, не знаю, дикой природы, там, не знаю, против, там, анти... Антиклимат, там, какой-нибудь, там, анти, не знаю, суперпотепление на этой земле и так далее, и так далее. Вот у тебя нет таких связей? Вообще, я был бы очень рад. Нет, всякие... Это модная тема, на самом деле, да. То есть, я играл там в поддержку госпиталей, в поддержку, там, детей, там, учеников, было такое. Но в поддержку природы и всяких гримписов, такого еще не было, но я был бы очень рад, естественно. Ну, да, потому что, мне кажется, что, кстати, вот классические музыканты, они как-то не особо уделяют этому внимания. То есть, у меня ощущение, что рок-звезды, там, поп-звезды, это гораздо чаще можно видеть всю эту символику, все эти логотипы. Вот, да и, в принципе, сейчас, мне кажется, люди больше обратили на это внимание, и это какая-то будет более такая медийная история. Вот, я бы с удовольствием, на самом деле, мне кажется, что проект мог бы как-то себя проявить на этом поприще. Ну, и то, что артисты тоже по отдельности, почему нет? Ну, в Ботаническом саду, я знаю, есть какой-то проект, не помню, как он называется, вот на открытом воздухе проводятся регулярные концерты, там, прям, абонемент есть, по-моему, сейчас реклама мелькает. Не слышала? Нет. Вот, как минимум. А что за проект? Причем даже туда, по-моему, можно подать заявку, вот, ее могут рассмотреть и принять себя, и ты сможешь выступить. Да. Понятно, понятно. Ну, ладно, будем иметь в виду, посмотрим, что происходит. Вот, в аптекарском огороде. Я подсказываю, ты, смотрите, отсуфлирует просто безбожно. Кого ты там нанял, Вова, в этот онлайн? Слушай, вот, кстати, вот, когда готовилась смех смехом, готовилась к нашим, значит, онлайну. Ну, естественно, я сделала вот эту вот нашу замечательную афишку. И тут уже волей-неволей понимаю, что у тебя совершенно потрясающие фотосессии. То есть, как бы, ну, у меня только два вопроса. Есть ли фотосессия в стиле casual, то есть, когда ты не в пиджаке, да? То есть, как бы, в принципе, вот эта вот тема. Ну, и второй вопрос. Вообще, у тебя очень классные фотографы. То есть, это все время одни и те же люди, или это совершенно разные? Как так получается? Расскажи мне подробнее об этой части. Ну, я. Артистическая деятельность. Это происходит редко, там, раз в год. И каждый раз разный. Вот, но вот последняя, вот, собственно, эта фотография, которую мы использовали для афиши. Вот, этот был, ну, как бы, это был самый яркий фотограф на данный момент. Который прямо-таки смог понять, чего вот я хочу. То есть, он не стремился показать себя, а прислушался к тому, что я предлагаю... Причем я не предлагал-то, не думаю, позы или что-то такое. Я просто примерно его настраивал на какой-то вот такой, на глубину какую-то, чтобы он проник куда-то сквозь дальше, чем только оболочка. А скажи, пожалуйста, вот ты сам вообще, в принципе, испытываешь какое-то удовольствие, когда фотографируешь? Тебе нравится фотографировать самому? Ну, непрофессиональным или профессиональным образом? Этого я уже не могу знать о тебе? Конечно, нет. Это же ужасно. Нет? Почему? Да, я два-три часа. Вот конкретно эта фотосессия находилась вот в Мексике, она проводилась при 32-градусной жаре. Было очень жарко. Не представляешь. Душно. И ты в пиджаке. И я еще в пиджаке. Нет, ничего в этом хорошего нет, когда перед тобой камера, и тебе еще говорят, что это делать. И самое ужасное, это вот улыбнись. Нет, подожди. Ну, а если бы не было, допустим, 30-градусной жары, и ты бы фотографировал, не знаю, не людей? Я имею в виду, если бы ты сам, если бы не тебя, а ты сам бы фотографировал. Ну, нет. Но вообще, действительно, с каждым путешествием, вот, секунды, проведенные без, вот, щелкания фотоаппаратом природы, действительно, каждый раз все уменьшается, и хочется все запечатлеть. Но, на самом деле, хоть от желания поделиться с близкими, сейчас уже, с недавних пор, с Инстаграмом, вот, а вообще нет. Ну, какое в этом удовольствие? Ну, я, допустим, у меня не было никогда профессиональной камеры, так что, может быть, с каким-нибудь объективом, там, зеркалкой, я бы как-то получал бы больше удовольствия от этого. Понятно. Сейчас будет неожиданный вопрос. Мне кажется ли, ты чем-то расстроен? Нет. Просто у меня такое ощущение, что ты перед эфиром нашим насмотрелся конспирологических теорий и разочаровался во всем. Нет. Ну, это свет, наверное, так падает. Да нет, свет тут ни при чем. А, кстати говоря, раз уже затронули эту тему, ты смотрел что-нибудь такое по поводу захвата мира, там, я не знаю. Ну, все смотрели. Думеется. Ну, наверное, все уже сейчас пересмотрели фильм «Зараживый». Ну да, и какая... А, ну да, да. Ну да. Вот, единственное. А вообще я обожаю фильмы «Катастрофы». Это обожаю, когда земля взрывается, когда там самолет рухнет. И вот в 2012. Вообще я вам обожаю это сделать. Аудитория молодец, видишь, поддержит. Просто вспомнила про жару в пиджаке, но вот я тоже думаю, что ты прямо там откинулся так вот и приуныл. Ну, Вова, тут надо потерпеть. Ты же пойми правильно. Интенсивная терапия, она как бы и есть такая. Все-таки надо постепенно подойти к этому состоянию позитива. Ну, давай, раз ты так сильно любишь разговаривать на наши артистические темы, и все вот эти вот фантазии, мои захваты мира, они тебя волнуют поскольку-постольку. Сегодня явно не такое у тебя настроение. Ну, давай по старинке, давай по старинке. Вот, будучи артистом, вот я задаю вопрос в последнее время, очень популярный. Мы сталкиваемся с тем, что нужна постоянная мотивация себя. Как ты себя сейчас мотивируешь на успех? На успех? Да. Как я себя мотивирую? Слушай, ну, это, наверное, какой-то крамольный секрет всех музыкантов сейчас раскрою. Может, вопрос? Давай, давай. Говорить, не говорить? Ну, разумеется, гонорар, заработок, жить как-то надо. Так что, да, это, конечно же, мотивирует. Так, хорошо. Скажешь, нет? Скажу, да, но это совершенно не банальный ответ на этот вопрос. Скажу, что окей, принимается. Дальше идем. Нет, понимаешь, нет, это я сейчас убрал эзотический вопрос. Но это наша жизнь, мы этим живем с детства, музыка для нас. Нет, Вова, тут нет правильного ответа. Я вот, понимаешь, я должна быть сторонним наблюдателем, иначе тогда это будет нечестно онлайн, что я отоплю за чей-то ответ. Нет, я пока... Мой ответ прежний, да. Хорошо. Давай дальше. Как ты думаешь, вот в какой момент музыкант, давай, чтобы тебе было проще, пианист, становится не просто пианистом или музыкантом, а он становится артистом? Вот какие секретные ингредиенты добавляются в этого человека, в эту личность, чтобы он из музыканта или пианиста, вот это сейчас у тебя было лицо, чтобы он стал артистом? Ну, надо четко разделять, мне кажется, эти границы. Есть музыканты, есть артисты. Это разные. Нет, ну подожди. Ну, это хорошо, давай так. Пианист, так понятно? Пианист, он же музыкант. Да, музыкант, это одна вещь. То есть музыкант может быть музыкантом, как ты правильно сказала. Вот, артист не обязательно должен быть музыкантом. Да, но артист-музыкант такое тоже есть. Ты прекрасно понимаешь, о чем ты говоришь? Я отвечу, артист должен обладать невероятной харизмой, должен драйв, вот эта вот энергетика, это вот все под одним тегом. То есть вот мы все прекрасно чувствовали это и замечаем, как когда на сцену выходит, ну, допустим, спектакль, да, артист, который исполняет главную роль, или даже не главную, может быть, тротепенную роль выполнять. Если вот он много места занимает, пространство на сцене или в помещении, вот эта вот энергетика, это как-то закономерно, вот у артистов это присутствует. Что еще? Артист, артист, он лидер. Это тот, кого слушают. Имеется в виду, что это не тот, кто выше всех. Что он во главе стола. Например, в камерной музыке. Если, то есть, артист должен понимать, когда, лидер должен понимать, когда вести за собой музыканта, а когда уступить, когда помочь выполнить то, что задумал твой напарник. Должен быть лидером, пожалуй. Ну и перевоплощаться, конечно, должен. Не в смысле актерского мастерства или какой-то поддельности. А именно, ну вот мы сколько раз замечали и следили за тем, как музыканты, не только, то есть вот артисты перед выходом на сцену могут общаться вообще на отличенные темы. И вне зависимости от того, какую трагическую, там, драматическую роль музыку будут играть. Да, Весь? То есть я об этом. Ну вот, значит, лидер, перевоплощение, драйв. Вот. Хорошо. Ну, еще копнем, копнем. А что такое музыка для тебя? Вот впоследствии музыки ты что делаешь? Какого ты эффекта достигаешь? И вот, вот это вот действие, да, которое мы сейчас лишены, с одной стороны, с другой стороны, как бы ты сам на саму, естественно, можешь это все устраивать. Когда нет сцены, когда нет, собственно, гонораров, когда нет никакой харизмы, то есть харизма вся внутри тебя и обращена на тебя же, да, грубо говоря. То есть нет зрителей. Вот что такое музыка для тебя? Что остается у вас так? Ну, нет, это у меня и перед карантином, и во время, и после. Это никогда не изменится. Музыка, как бы это высокопарно не звучало, но это жизнь. Есть риторический вопрос, мне его задали когда-то давно, вот он к месту. Музыка от природы или от человека произошла? Отвечать на него не надо. И так, и так, на самом деле, можно это трактовать. Музыка есть, ну, это язык чувств, это способ самовыражения. У нас есть, в каждом из нас, это не обязательно музыка, это может быть книга, это живопись, это еда, как я ловко еду приплюсовал сюда. Нет, я имею в виду, что для кого-то это может быть там «Темная ночь», «Катюша», для кого-то «Стас Михайлов», «Агутин», для кого-то, не знаю, «Куин», «Шоу Мазгуон». Для кого-то это ремарк или мазурка Шопена. Каждый находит в этом частичку себя, находит нечто, ну, друга, то есть нечто, что вот тебя поймет и вот, кстати, музыка лечит. Ты как-то в публикации в какой-то или в сторис, напомни, я еще в комментах, а, в публикации, в комментах написал, что ты спросила, музыка лечит или что-то еще. Музыка действительно лечит именно поэтому. То есть мы в этом не подозреваем совершенно, но, да, то есть мы находим то, не обязательно музыка, как я сказал, это может быть еда или там запах скошенной травы или сирень. Это то, что будет разжаться в сознании. В фильме «Родатуэль», помнишь, в конце, смотрела мультик? Мультик про Мушонг? Нет? Нет. Но там, в общем, кстати, речь была о критике, который, значит, критик ресторанов. И вот он приходит, ему этот Мушонг готовит как искусственное блюдо, и когда он его попробовал, и у него сразу в голове вот флешбек в детстве или, не знаю, то есть это работает, это трогает, это может даже до глупанной души задеть человека. Так что, да, музыка – это жизнь. И неважно, что я даже не занимался бы музыкой, она есть в каждом из нас. Мне пишет, Алиса, посмотри, Аня, мне пишет, будет классно. Ну, ребят, я допишу обоих. Да! Я обязательно посмотрю, но потом, видимо. Ну, хорошо. А вот как ты думаешь, с позиции аудитории, вот в какой момент для них вот эта вот музыка становится действом и волшебством? То есть, как бы музыка, как просто вот музыка звучит, да? Она может быть красивой, она может быть, ну, любую, собственно говоря. Это в любом случае такое вот удовольствие, да? Но бывает такое понятие, когда вот ты сидишь в зале, даже вот мы, музыканты, на себе теоретически искупаем, и вот ты просто чувствуешь, что тебя пристегнуло просто в это кресло, и ты не можешь пошевелиться, не можешь оторвать глаз вообще от того, что происходит на сцене, и ты просто в шоке, в полнейшем замешательстве. Вот как это сформулировать, что это такое, что это с нами происходит? И для публики в какой момент музыка перестает быть музыкой, а становится чем-то большим? Ну, это зависит от настроения, от каждого. То есть, по идее, от исполнителя, но на самом деле, как бы гениально не играл исполнитель, человек может быть не настроен на эту волну, и он будет, он вообще захочет поскорее уйти, не поняв, что хотел донести до него, не знаю, любого, я уверен, я уверен, что это так, и я на себе это помню, то есть, на самом деле, язык музыки, я начал понимать, чувствовать, ну, на своем уровне каком-то, очень поздно, то есть, лет в 14, а до этого, это были для меня, ну, наборы красивых мелодий и так далее, то есть, это не выражало для меня, то есть, я не отождествлял себя никак с музыкой, а также, а я подготовленный человек, что говорит уже о людях, которые вообще, ну, например, к классической музыке никак не относятся, вот, но они также находят себя не в классической, а в другой, более популярной музыке, ну, вот, видишь, я сам ответила на вопрос, которого я не знавала, в принципе, это ловко ты, ловко, ловко, молодец, нет, извини, об этом, вот, Соколов говорил, Григорий, причем, на том концерте, в котором я был, прямо на программке было написано, что слушатель, приходящий на мой концерт, должен вместе со мной переживать, работать, а не просто отдыхать, вот, ну, как бы вопрос, я, по-моему, ответил на твой вопрос, это если человек наскроен на эту волну, то он и будет получать, нет, ты на все ответил, естественно, ты даже, я бы сказала, перевыполнила план, но на самом деле, бывает и такое, что артист из себя ничего не представляет, а какая-нибудь бабулька услышала мелодию, которая вызвала у нее какие-то воспоминания и ее тронули, и она точно так же сидит в особенении до конца концерта, так что, от чего это зависит, но от каждого человека, извини, индивидуально. Так, что-то происходит. Ладно, значит, смотри, у меня еще такой вопрос для чисто музыканства. Вот, давай так, как пианист, ну, сейчас ты уже все, становишься свободным художником, свободным артистом, после пятого курса, в зависимости, будет аспирантура, не будет, все, открытое море и пространство. Твое отношение к современным, ныне живущим русским композиторам, кто у тебя входит в твои топ-3? Ты что, я их просто не знаю. Ты что, такое говорить в прямом эфире? Нет. Давай, хорошо, ладно, я тебя спасу, я тебя спасу. Подожди, подожди, я тебе отвечу. Я буду называть просто, ты будешь говорить да или нет, а ты музыку их не знаешь, да, сейчас будет такое? Да, дело в этом, просто я даже Прокофьева не люблю. Что же говорить о современной музыке? Я просто ее не понимаю. Ну, подожди, современная музыка, она бывает гораздо более лайтовая, чем Шостакович, Прокофьев, то есть просто напрямую другую стилю. Шостакович я как раз люблю, но, ну да, противоречиво. Но современную музыку, я просто, нет, я могу себе представить, как ее надо исполнять, например. Ну хорошо, подожди, но я не верю, ты не знаешь, например, творчество там, Владимира Мартынова или Леонида Десятникова? Нет, ну может я слышал раз, но мне это совершенно на самом деле неинтересно. Я не понимаю эту музыку. Вот сейчас к нам какая-то соединилась или с оконственной Версалазов в ваш чат, ну ей бы было это очень интересно, мне кажется, послушать, вот, как ты абсолютно против современных композиторов, потому что, насколько я знала. Нет, ты что? Я тоже такого не говорю. Я говорю, что я не понимаю эту музыку. А как ее можно не понимать? Она практически вся написана в стиле новой простоты а-ля Arvapart, ну это так, очень грубо, но в принципе... понимать, понимать, это значит, понимать язык, это значит, что... Она трековая такая, знаешь, лайтовенькая. Не, ну подожди. Не говори с классицизмом, но в принципе, смотри, давай так, если бы я тебе назвала творчеством, Павла Карманова, Сергея Ахунова, например, того же Десятникова, это было бы примерно а-ля такой пиар, а-ля саундтрек. Если бы я тебя назвала, например, Дмитрия Курлянского, но его творчество я тоже, честно сказать, не особо понимаю. Это вот как раз пустот, на который ты подумаешь. Там же, где и София Губайдурина, и вот туда же. И где Уствольский, вот эти все, вот это все там. Вот такое я тоже не понимаю, может быть. Я не думаю, такой неподготовленный пассажир. Ты смотри, как ты сегодня заваливаешься на вопросах. Нет, почему? Я очень искренне отвечаю. Например, и буду так считать на данный момент. Может что-то изменится потом. Например, Брампса. Я тоже... Нет, вот понимаешь, есть музыка, которую понимаешь, но не любишь. Есть на берез, наоборот, которую любишь, но не очень понимаешь. А есть, которую не понимаешь, не любишь. Забыть. Нет, ну я как бы... Например, нет, никакого насилия, конечно. Я прекрасно понимаю его музыку, но не люблю его музыку. Я люблю Брампса. Нет. Я тоже прекрасно понимаю. А, нет, ну там по-разному. Но скорее больше не люблю музыку Брампса, чем люблю. Но я понимаю. В общем, нет, это не об этом. Но вот с Парковьевым, в принципе, понятно. Только я, конечно, я понимаю, как ее надо играть, понимаю, о чем идет речь, но это меня совершенно не трогает. И то же самое происходит и с современной музыкой. То есть я слушаю... А мне зачем ее слушать, если меня она не трогает? Нет, абсолютно незачем. Я не знала, что ты не любишь современную музыку или музыку Брампса. Теперь я просто... Нет, Вов, ты же меня тоже правильно пойми. Теперь я знаю, я исправлюсь. И теперь я тебе не буду задавать просто лишних вопросов. Потом лет через 20-40 поговорим. Ну, нет, на самом деле вкусы меняются и в этом нет ничего удивительного. Может быть, ты никогда ее не полюбишь, но ты и не обязываешь. А может быть, что-то изменится. Знаешь, я вот по себе замечала, вот будешь смеяться, тот же самый вышеупомянутый Брампс. Но когда я была подростком, я абсолютно мимо меня все проходила. Мне не нравилось, откровенно. Ну вот. Да, а все взрослые, как бы, ну, вот взрослое покорение музыкантов, естественно, меня очень сильно стыдили, говорили, о, ну ты не доросла. И действительно, прошло какое-то время, и я поняла, что вот сейчас я очень люблю музыку Брамса, и, ну, хорошо, у меня есть какие-то там свои любимые произведения, может быть, опять же, не все, но у любого композитора есть лучше-хуже, да, то есть тут тоже есть какое-то объяснение. Ну, вот это как пример такой. Или тот же Шуман, да, вряд ли его будут понимать прямо с пеленок. Не надо этого ждать. Да, 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 именно так. Понятно, хорошо. Ну, тогда, как бы, вопрос насчет, там, не знаю, саундтреков и прочих вещей, которые я тебе хотела задать, вытекая отсюда, это совершенно тоже, видимо, тебя не тронет. Ну, почему? Саундтреки, они напрямую, например, связаны с изобразительным искусством, из кино. Ну, да, но это тоже, ну, извини, но это тоже современные композиторы, как бы так или иначе, и не всегда они пишут только для кино. Но я тут уже очень-очень опасливо тебе даже спрошу, а кто из кинокомпозиторов, ну, зарубежных или, может быть, русских, тебе близок, если такие есть, конечно. Не, ну, если вспомнить банально Ханс Симмера или Джона Вильямса, ну, это потрясающая музыка. Угу. Ну, хорошо, мне тогда принимается. А ты бы сам, вот, допустим, если бы тебе поступил такой заказ, теоретически, ты бы мог написать? Вот композиция, как бы, в таком случае, это твоё? Я думаю, да, я никогда в жизни не писал, но передать какие-то настроения, если у меня есть история, да, если мне рассказали, если у меня есть какая-то картинка, я бы смог. Это очень интересно, это очень интересно. Какой молодец, потому что, знаешь, мне кажется, что среди пианистов, среди композиторов даже, да, вот, которые на это заточены, очень мало людей, вот, как раз бы сказали твоими сейчас словами, потому что ты прямо отобразил суть, когда вот передать настроение, знать, в чём заключается история, это нужно иметь очень, как бы, такой динамичный мозг вообще. Да нет, в этом же есть суть музыканта. В первую очередь, он должен понять, как бы, язык музыки, да, да, язык, а потом научиться его транслировать. Вот, если два этапа выполнены, то вот так, и это несложно. Хорошо, а вот говоря о языках, кстати говоря, вот мне очень любопытно было вот всё это время, я уже целый час держусь. Короче, вот насчёт испанского, ну и, насколько я помню, ты закрыт на самоизоляции, уже не сам. Ты научил уже, или она умеет говорить по испанскому? Она предпочитает, она предпочитает не терять это вот волшебство и слушать не понимая. Нет, серьёзно? То есть, как бы... Ясно. Так, 28-27 секунд. Давай переключаться на следующее окно. Ребята, давайте, мы переподключаемся, сейчас я загружу это дело в IGTV и прощаюсь. Так, возвращение наше неизбежно. Продолжаю мучить Вову своими вопросами. Хорошие вопросы не заканчиваются. И сегодня, видите, как эфир как раз прервался на самом интересном месте, когда мы дошли до немузыкальных тем. Так обычно и бывает. Надо прекращать с музыкантами общаться на музыкальные темы. Это отравляет всем настроение, как я посмотрю. Вообще, совершенно ненужная тема, которую нужно упразднить. Правда, Вова? Да. Слушай, я вот подумала в связи с тем, что раз ты совершенно, значит, никакой педагог в плане языков, раз такая загадка тайно остается, а может быть, надо было уже за это время начать учить какой-то совместный заведомо неизвестный обоим язык? Ну, наверное, все-таки... Нет, она английский хочет учить. Вот. А я учусь немецкий. Поэтому пока что пусти, пути разошлись в этом вопросе. Ну, хорошо, ладно. Я не буду... У меня есть что сказать на это, но я, пожалуй, себя сдержу от греха подальше. Так вот, еще вопрос, который не касается музыки, потому что я так понимаю, что хватит тебя уже на музыкальную тему тут распиливать. Я не против. Нет, ну, полуночные эфиры, они все-таки располагают к какому-то более такому релаксу. Ну, давай поговорим с тобой глобально. Вот скажи мне честно, когда ты заходил на самоизоляцию, ну, вот, ты хорошо помнишь свое состояние, вот, чисто человеческое такое? Прекрасно. Прекрасно помню, вот, как и многие, я думаю, из нас, мне сложило впечатление, что музыканты как бы остались вообще ни при чем. Да, ты это сказал тогда и в первом эфире, меня это поразило тогда, меня это поразило и сейчас, ты это повторил. Но я больше... У меня было ощущение просто вот, просто, как быть дальше, вот, несколько дней все все равно как-то продолжают чем-то заниматься, мы музыканты, понимающие ситуацию на самом деле, музыка сейчас, ну, сейчас я не так уже думаю, но вот в первые дни это было так, что и так культуре мало уделялось, ну, конкретно, допустим, бюджета, да, во всех странах. А тут еще и вообще нескоро, то есть еще урежут и вообще неизвестно, когда будут устраиваться концерты и как вообще люди будут на это реагировать из-за карантина и все боятся заразиться. А, между прочим, вот, хорошая новость. Об этом в СМИ я не как-то не видел не только в Австрии, но и в Корее оказывается. Люди живут уже в привычном прежнем режиме и более того, там вот мне пару дней назад скидывала публикация подруга, там проводятся концерты и в больших залах и с большими довольно-таки коллективами, то есть, ну, там прям камерный оркестр на фотографии и, ну, не битком, конечно, зал, но люди есть, это уже прям похоже на прежний формат привычный, так что не все так плохо, если там уже так, то как-то по цепочке это должно и с другой стороны, ну, то есть, нет, ну, слушай, правильно мы знали, что как бы рано или поздно карантин должен закончиться и все будет хорошо. Ух ты радует, что во многих частях мира уже практически хорошо. Ну, да, кстати, ты видел, что вот Classical Music News, они же проводят сейчас голосование на тему того, что, ну, оно касается по большей части аудитории, то есть, я не голосовала, потому что просто, ну, не хочу сбывать, так сказать, все вот эти вот их намерения, да, узнать правду по поводу аудитории, как они будут ходить, будут ли они ходить, если люди будут сажать в шахматном порядке и так далее, так далее, так далее. Вот как ты считаешь, вот когда будет первый там реальный концерт, люди прямо вот побегут или люди будут с опаской к этому относиться? Ну, я бы сам поводился, например. Но люди по-разному к этому относятся. Есть те, кто действительно опасается от контактов с другими людьми сейчас во время карантина. Вот, я думаю, общие массы в доле истерии еще присутствуют и будут только присутствовать. Так что, нет, точно не ломануться, но если вот проведут какой-то рекламный ролик, говорящий о том, что все меры будут соблюдены, например, с дистанцией, и вот как-то вот то, как будут люди заходить в зал, то, наверное, все-таки это можно будет организовать. Это реально. Вот, слушай, можно я, я вижу кучу моих подписчиков, которые вообще не понимают, я просто поздравлюсь. да, конечно. Ола todos, amigos, los que no entienden ni madre aquí en russo, les mando un gran saludo desde Moscú, les presento la fantastica Lisa Kupryjova, фантастика, конечно, фантастика. автор de un proyecto Loft Philharmonic en el cual yo toqué el año pasado. Así que, bueno, será ruso, como ya vieron, pero les quiero de una vez invitar a mi siguiente en vivo, el que será el domingo, el 31 de mayo, a las 5 pm. Los espero mucho y, bueno, saludos. Ciao. Вообще, я же говорю, музыка, ты украсил этот эфир, нам тоже написали, эфир заиграл новыми красками. Ну, я тоже так считаю. Ребят, ну, вы тут как-нибудь сами разберитесь, я, пожалуй, пойду спать. Нет, ну, на самом деле, да, это шутка, не так это все просто. А вот вообще, вот, ну, сейчас расхлопнут немножко, да, куда ты пойдешь? Вот, куда тебе хочется пойти, не знаю, погулять, потому что, скорее всего, досуг даже, да, вот, как таковой, его не будет изначально, то есть, не будет никаких там, ни кино, ни театров, ни концертов, ничего, то есть, дай бог, что-то в парке, поэтому у меня вопрос такой, я не знаю, честно говоря, какая у тебя любимая местность в Москве, какие твои любимые места? Ну, в первую очередь, как я уже сказал, я пойду за дипломом. Ну, понятно. Как выйду на волю, вот, как следует отмечу, а вообще, серебряный бор, конечно же, я не знаю, как там сейчас народ, закрыт ли этот заповедник, и каково это будет, вообще, но, было бы здорово туда, ну, как я уже сказал, как только это все расхлопано, даже не дожидаясь того, что расхлопнуто или нет, я постараюсь все-таки смотаться на дачу к родным, или въехать там к бабушке, вот, и там, вот, буду гулять себе вдоволь без маски, а в Москве, ну, бульварное кольцо, разумеется, очень здоровское, романтичное, ну, вот сербор, да, а ты вот, почему скучаешь, скажи мне, пожалуйста, что первое ты сделаешь, выйди на борт, я, да, я, в общем-то, особо не заперта, я тебе открою тайну, то есть, я как бы, ну, окей, я скучаю по центру, да, мне не хватает какой-то динамики, я бы хотела пойти в любой парк, да, хоть в ближайший, все-таки у меня здесь рядом огромный парк, мне не хватает, кислорода, я очень хочу увидеть зелень, потому что я чувствую, что прям вот деревья цветут, и я чувствую этот аромат, очень хочется, потому что я вот уже, как злостный нарушитель, пока я шла, ну, это не нарушала, конечно, я шла в магазин, и я шла вот рядом с парком, собственно, и я какой-то такой собачьей тропой шла, поближе, как бы, к этой решетке, чтобы, ну, чтобы ощутить, хоть что-то, понимаешь, но это было очень странно, это был комичный такой эффект, потому что, ну, в первом случае я шла вообще в маске, потом я подумала, что я делаю, никого нет рядом, все равно некого заражать, не от кого заражаться, то есть, как бы, поэтому я ее сняла, и прошла так же рядом, близко, понюхала цветы, понимаешь, ну, то есть, в принципе, я скучаю по прогулкам, я бы, вот, наверное, завеялась первый день, вот, неважно, куда, просто ходить, но я понимаю, что на первых порах удовольствие сомнительное, вот, именно если выезжать куда-то, потому что тебе же нужно спустить свой метрополитен, вот это, вот это, вот это, ну, зачем, не будет никакого удовольствия на выходе, поэтому пока вот по местному, ну, хотя бы, ну, тут тоже есть куда пойти, лишь бы парк открыли, вот и все, ну, так, у меня много очень любимых мест, я думаю, что если по-прежнему не будет возможности заниматься вот именно с ассамблистом, так, чтобы вот, как говорится, на базе, я бы сейчас здесь людьми полноценно, я бы поехала на свои любимые пустынные арт-класси, там граффити, там камень, там спокойно, можно взять с собой кофе, дай бог это будет возможно, ну, я всегда гуляла, как бы, самостоятельно, но может быть, в этот раз кто-нибудь еще и присоединится, потому что все-таки давно со всеми не виделись, но в любом случае, вот, у меня, в принципе, рабочий план такой, не будет других активностей, а их не будет, вот, так что я, кстати говоря, все аудитории тоже рекомендую, ну, вариант очень неплохой. Понятно, зачтено. Ну да, так что я тоже, я об этом думала, я готовлюсь к этому, а так вообще нужно заниматься, нужно как-то себя взять в руки и умудриться тоже провести какое-то подобие отпуска, еще пока не знаю, какое, может быть, тоже домой съешь, если границы откроют. А вот ты как себя мотивируешь, действительно, каждый день проводить эфиры, потому что режим у тебя, как я уже сказал тебе в оффлайне, покруче Мацуевского, каждый день, а до того, и ты проводила и в полдень, и в полночь, это сколько, штук 80 ты говорила, да? Ну, смотри, вот сейчас у меня 42-й диалоговый эфир, плюс еще 40, то есть 82, да, за два месяца. Ну, это... Нет, так. Нет, ты знаешь, на самом деле, не, ну, чего греха таить, как бы сложнее, проще, но люди очень приятные, у меня хорошая компания, ты знаешь, это меня очень сильно мотивирует, вот, и к тому же, мне кажется, что мы имеем возможность, не знаю, вот, самое главное, цель этих эфиров, это не какой-то контент, это просто возможность узнать вас получше, поближе, потому что, смотри, в обычной жизни, да, в оффлайне, так сказать, ну, как это происходит обычно, привет, как дела, хорошо, все пока, ну, потому что все бегут, нет, ну, серьезно, даже когда тебе хочется, допустим, пообщаться с людьми, ну, вот, не получается, невозможно решить, а сейчас вроде как, ну, это не то же самое, да, но формат очень живой, и он реально остается в памяти, он позволяет узнать какие-то нюансы, иногда это весело, иногда это не весело, потому что сталкиваются мнения, вот, как мы с тобой сейчас, да, с этими современными компаниями, кто знал, кто знал, но тебе же это не написано, дежурный вопрос, пинешь, хоп, а не прошло. А почему не прошло, но я же ответил на твой вопрос. Нет, естественно, ты ответил, но, как бы, я не думала, что ты так ответишь, или, вот как я прикидываю, лечу по фотографии, похож на тебя на человека, который не слушает современную музыку, как бы, не понимает ее. Я бы сказала, да нет, ну что, он все понимает. Видишь, я бы ошиблась на километры, да, но это как вот, ты меня на первом эфире поймал, буквально, значит, на слове, я говорю, ну, ты такой экстраверт, а ты говоришь, да нет, хотя я считаю по-прежнему, что ты, конечно, невероятный экстраверт, и от этого никуда уже не деваться. Молчу, да, ну а почему нет? Да потому что, я сказал, но это было всегда. Я говорю, я отказываюсь от всех интервью, мне это очень не нравится, с кем ты говоришь. А как ты общаешься с людьми? А, ты с ними не общаешься сейчас, между тем? Нет, ну это очень, это близкие мне люди, и в общем, не очень, такой уж, круг большой, знакомых. С ними я очень люблю общаться, а так вот, если меня спросить, допустим, даже вести какой-нибудь концерт, или что-то говорить, если у меня есть выбор, то я предпочитаю там попросить кого-то другого это сделать. Вот, и интервью так же происходит. О чем это говорит, что это прямо экстравертие? Мне это с детства не нравилось, ничего не изменилось с детства. Ага. Хорошо, тогда меня это натолкало еще на один вопрос. Обычно, когда, вот, ты сейчас описал немножко модель своего поведения? Так. Ну, просто, тут вот уже дальше, а вот как ты относишься к экстремальным видам спорта? Очень плохо. Энергия очень плохо? Очень положительно. Очень положительно? Да. Ну, вот понятно. Потому что эта энергия, она же никуда не девается. Вот я, к слову, да, ну, ты, наверное, меня считаешь экстравертом, я уже сама не знаю, как себя отождествлять с кем. Наверное, все-таки экстраверт, как это ни странно. Да, конечно. Но я вот ненавижу экстремальные виды спорта, к слову. Видишь как? Потому что у меня экстрим весь в жизни. Ну, да, может быть. А какие ты виды спорта любишь? Экстремальные? Серфинг, не знаю что. Какие-нибудь прыжки с парашютом? Вот я прыгаю, естественно, с парашютом. Обожаю. Ты прыгал? Да, обожаю. Да, слушай, я тебе очень рекомендую. Очень. Нет, спасибо. Я не паше не хочу какое-то время. Да, слушай, трансмертности нет никакой. Это очень безопасно. Прыгнул и все, да? Ну, почти. Погружаться в море с аквалангом, я считаю, это такой мир, вот где там возникают эти образы, вот где можно вообще философствовать, думать о музыке, это как-то размышлять о интерпретации. Это потрясающе. Это очень тоже рекомендуется. Такого еще не было в своей жизни. Нет, такого не было. А как ты к этому пришел? У тебя есть какая-то команда друзей, или это, я не знаю, с семьей, или сам ты этим занимаешься? Просто, я очень люблю путешествовать, и в каждом месте, если вдруг есть возможность, вот до сих пор серфингом не занимался, но понятно, что это нужно искать в определенных местах, где есть волны. Вот, как-то мне не попадалась такая возможность. с аквалангом, но мне всегда это хотелось, не знаю, как-то я всегда горел этим, очень хочется прыгнуть с небоскреба, это вот, как называется, бонджи, джампинг, очень хочется научиться летать на что-нибудь, на чем-нибудь, на дельтаплане, например, или на вертолете, самолете, что еще есть экстремальное? Экстремальное вождение есть, всякие гонки. Я бы хотел тоже научиться. А ты умеешь водить? Ну да, у меня права. Ну вот, это уже один первый шаг, он уже как бы сделан. а хочется на курсы, это как-то называется дрифтинг, или что-то такое, вот экстремальный, да, так называется? Угу, да. Да, было бы здорово. А парусный спорт? Да, я говорю, все что угодно. Я не пробовал еще, но это все впереди. Подбирается группа банджи-джамперов, да, что-то, слушай, я поняла, что между вами общее. Ну, еще будет парочка эфиров, камбэков, посмотрим, что будет дальше. Теперь это будет мой классический вопрос, будем уже как бы классифицировать вас по психотипам. Ну, ясно. Хорошо, а вот из таких простых каких-то вещей, вот сейчас как ты держишь себя в форме, как ты держишь себя в тонусе? В человечестве. Полностью. Приседаешь? К сожалению, никак. В домашних условиях, а ты, интересно, в домашних условиях, что прям... Я приседаю. Серьезно? Нет, мне очень трудно сорганизоваться рядом с такими, как бы, полежать хочется. Вот. Вот. И, в принципе, устаешь от того, что, знаешь, стоял два часа, готовил, хочется... Уже... Уже это заставляет устать и как-то... Уже это, как бы, физические какие-то затраты. Ну, понятно, понятно. Нет, я, кстати говоря, этого боюсь очень-очень сильно. И именно поэтому я себя просто с самого начала самоизоляции заставила, как бы, жить в предыдущем режиме. Это, к слову, почему я сижу в окнах вот этих, вот почему я, в принципе, не знаю, не даю себе расслабиться, потому что я себя знаю. Если я позволю себе вот это вот релакснуть, это все с концами. Поэтому у меня формальный сезон продолжается. Я должна была в какое-то время фигачить и работать до 12 июня. Вот. Так что... Нет, я поначалу вообще запустил дело, я отрастил бороду, чтобы ты понимала. Вот когда... С бородой? Да, была депрессия, вот это вот потерянное состояние. Но потом я все-таки взял себя, значит, в кулак и как-то решил облагородить свой облик и вот как-то прежний режим. Вова, а вот серьезно, если бы, допустим, ты бы не вышел, не дай бог, из этого депрессивного состояния, ты же наверняка думал, блин, что делать? Я музыкант, а музыканты никому не нужны. То есть, что тебе пришло в голову? Что, что, что? То есть, как бы какая профессия нужна? Ну, конечно же, врачи ты подумал, да? Но ты же не самоубийца и подумал, слава богу, я не врач. Ну, я когда-то в детстве очень увлекался архитектурой, в том смысле, что я, конечно же, не читал никакие труды, но наблюдал как-то и чертил очень многое, довольно большое количество времени, там, год или больше, проекты, как-то вот именно, это же тоже творческая профессия. То есть, ты был дизайнером, дизайнером интерьеров? Нет, 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 именно конструкция, то есть, именно архитектор, то есть, как все расположено, вот взять какое-нибудь участок, как бы я расположил дом, сколько там, метраж и так далее, это вот я в детстве этим увлекался, так что, тем более, во время карантина, насколько я знаю, стройка не прекращалась, насколько я знаю. Вот. Ну, она прекращалась, но их первых выпустили. Ну, ну, тем более, но все равно это, там, и все, что с этим связано, то есть, в первую очередь, архитекторы, там, инженеры и так далее, это все работало, так что это было, я был по флюсе. Вот. Так что, это такой вариант. Творческая профессия, но не музыка. А если не творческая? Ну, наверное, вот как-то связано с этими экстремальными видами спорта, возможно. Не знаю, как-то представить себе, тренер по прыжкам с парашютом, я представляю, все бы захотели прыгнуть, вовь, ты что. Пилот, может быть, но это бы сложновато, наверное, было бы пилотом быть. Ну, потому что любовь к путешествиям, вот как-то, я всегда хочу, хотел бы, хочу, хочу каждый раз заглянуть в этот, вот в кабину пилота, как-то вот почувствовать. А вот скажи, ты уже два раза сказал, как ты любишь путешествия, но грех не поинтересоваться. Какие у тебя любимые страны, вообще, вот, ну, назови свою подборочку, топ. Города, места, давай, не стесняйся. Ну, наверное, не страны, потому что страны, страны, морозы. Я очень люблю, например, Страсбург. Это такой французский городок на окраинах. Прямо вот на автобусе можно за полчаса до Германии доехать. Вот это абсолютно сказочный город с такой долькой средневековья. Это просто потрясающе. Из лучших городов, которые я когда-либо посещал. Южный Чили. Чили по-русски. Это тоже что-то такое невероятное. Очень похоже на самом деле на Россию. Вот, по природе. Вот. Ну, там просто очень зелено. Вот. И очень пышно. Но намного более ухоженно. Там такой вариант немецкий. Ну, да, там колония же была в Южном Чили. Вот. Что еще? Я очень люблю Мексику. Мексика очень разная, но тропическая Мексика, я думаю, кому она не нравится? Правильно? А ты, кстати, вот впервые в Мексике в каком возрасте побывал, пардон. Я с трех лет там. Обалдеть. Обалдеть. Ну, конечно, тогда непонятно. Сначала там я созрел. Тогда, слушай, ну, это многое очень меняет, это очень многое объясняет. Хотя нет, кое-что все равно мне непонятно, ну, ладно, это потом уже приватно. Ты продолжай, я тебя перебила. Нет, ну вот, топчик. А что, сейчас вспомню, подожди. Какой-нибудь еще городок. Нет, наверное, все. Например, остальные сейчас Франции пока что мне совсем не нравились. Я вот, я еще был в четырех городах помимо Сранбурга. Мне совсем не нравится Франция. Например. Вот, Германия. Тоже не могу выделить. Кроме насчет Италии и Испании даже как-то неудобно за эти страны стало. Ну, типа там, знаешь, все называют обычно Барселона, там все кто-то. Мне, кстати, Барселона очень нравится. Ну, не знаю, мне как-то не очень зацепило Барселона. А Милан? Милан. А я его, кстати, не успел увидеть. Я был там транзитом. Очень хотел успеть за два, три, нет, там было часов пять, планировалось пять часов свободного времени, но я так ничего не увидел. Опоздал. Один автобус, еле успел на следующий. Так что Милан я не знаю. Я тебе очень рекомендую, когда будет возможность, обязательно посетить Милан. Вот у меня на самом деле еще по поводу Италии есть тайная невоплощенная мечта. Я не была во Флоренции, я очень хочу там побывать, ну естественно. Потому что ну как, Санта-Мария дельфьора на чего стоит. Я там был, сам город, я был в неудачное время, было очень холодно, не было людей, мне совсем почему-то не понравилось. Ну как, почему-то, потому что не почувствовал атмосферы, вот, хотя был на это настроен. Очень жаль. Так что надо еще раз сюда съездить обязательно. Рим классный, но опять же, я не буду его в топ как-то возносить. Верона, Турин. Там не был. Вот тоже, хорошо. Венеция, ну естественно, Венеция это в принципе как бы неповторимый опыт. Вы знаете, как говорят о Венеции, что нужно побывать обязательно, когда там яркое солнце и когда там дождь. И когда, я была вот в обоих случаях, видела Венецию, ну, ощущения совершенно разные, геометрально противоположны, но она прекрасна абсолютно. Хотя, знаешь, вот я не из тех людей, которые будут сейчас петь дифирамбой, говорить, о боже, какой романтичный город, о господи, я потеряла голову, там все мечты возможны. Нет, нет. Но то, что это объективно красиво и то, что в принципе, конечно, нет аналогов, но это производит впечатление. Но как-то так более сдержанно и скромно со стороны, что да, один денек в Венеции можно там погулять, пройти, посидеть, посмотреть. Ну, два максимума. А потом как-то хочется вернуть все-таки на материк. От греха подальше, как говорится. Наверняка. Очень хочется. Я там не был. Очень хочется посетить. Ну и, конечно же, вот ты говоришь в солнечное время. Петербург, например, Санкт-Петербург, посетить в солнечное время мне еще не удавалось, например. А мне удавалось. А мне удавалось. Один раз, правда. Вот. Мне кажется, это тоже один из тех городов, которые абсолютно волшебны, если присутствует, значит, Светоч. Кстати, Светоч, ты слышала о том, что, поговаривают о том, что солнце ждут какие-то изменения в его активности и что будет связано с возникновением так называемого ледникового периода на Земле. Как это было относительно недавно в истории, в 18 веке или когда лет на 10-15 всю Землю накрыло холодами дикими. Я надеюсь, ты сейчас шутишь, потому что ты разговариваешь как раз с человеком, который терпеть не может холод. Об этом может, конечно, не случиться, но сейчас за этим следят в НАСА и так далее. Такое интересное, кстати, почему я сегодня не надела толстовку НАСА? Я была в ней вчера, черт возьми, в эфире. Если бы я знала, ты понимаешь? Вот если бы я знала. Ох. Ну, Вова, ты знаешь, просто вот мне сейчас было как никогда больно, я даже готова завершить на этом эфир, знаешь, почему? Потому что это конец, потому что я человек, который просто терпеть не может холод, я каждый раз очень страдаю в Москве, когда наступает зима, и вот в этом году смех смехом, зима была очень лайтовая, я ликовала, я радовалась, понимаешь, все ходили, где снег, где снег, я говорила, не надо, прекрасно, отлично. Я тоже с тех, кто теплый, так сказать, ненавижу вот эти вот в коконе находиться, вот этого три слоя. Так если бы три тридцать три. Кстати, русских, это тоже как-то связано вот с их экстравертностью, потому что вот ходить полгода укутанными, бояться открыть рот лишний раз, вот, чтобы как бы не отморозить себе ничего, вот это тоже как-то откладывается. Да. Понятно, но ты знаешь, все равно с твоей картинкой это как-то тоже не совпадает, если ты как бы все-таки отразделяешь себя и такие подробности о своем детстве рассказал, как бы в трех лет там, то почему тогда ты не экстраверт, который радуется тому, что, как там ты рассказывал, бутылка пекина и жизнь прекрасна, денег нет и все такое. Ну, как бы, Вова, а где в тебе вот это мексиканское начало? Я понимаю, что ты не мексиканский мальчик, но менталитет, почему ты в себя впитал как-то очень выборочно? Ну, я с 12 лет... В тебе победила, я просто пытаюсь понять. Я с 12 лет живу в России, вот это, видимо, это, видимо, сказалось очень сильно, да. С моей страны подростковой. Нет, ну подожди, ты же живешь как бы в итоге, нет, ты же в итоге туда-сюда как бы, то есть сейчас-то ты уже, будучи взрослым человеком, понимаешь, какой правильный вариант как бы поведения? Нет, понимаешь, но когда я там, я все-таки немножко меняюсь, но тем не менее, вот это вот, это вот настроение какое-то общее, хотя я считаю, что я не самый такой худший вариант. Я вообще, я в принципе так не считаю, но теперь после того, как ты вот как бы сам себя объяснил, мне стало яснее, мне стало понятнее, я подумала, просто когда ты будешь в Мексике в следующий раз, обязательно нужно провести онлайн, чтобы, так сказать, почувствую разницу, и такой экстравертный выходит в оба, еще более общительный, и говорит, вот сейчас я в мексиканском настроении, я готов. Там жесты, короче, вот это вот все. Ну, кстати, можно, да. Это действительно очень сильно влияет. Я думаю, каждый это может почувствовать, находясь в теплой стране, на какой-нибудь Кубе, Мексике или любой латинской стране. Правда, Пис? Ну, мне для этого достаточно уехать просто на Украину, на самом деле. Да, на самом деле. То есть, оказываешься там, и поначалу как бы пугаешься. Вот я, находясь в Риме, вот даже я, подготовленный человек, мне было дико, насколько они эмоциональны, насколько они просто, они готовы орать в автобусе через людей. И это нормально. Вот настолько невеселый народ. Вот. Даже если это... Нет, я считаю, что это совершенно нормально. Поведение, как бы, по крайней мере, нет, ну как, может, не очень нормально, но хотя бы весело, потому что у нас все стоят с каменными лицами, как будто бы они решают какое-то уравнение по учебнику с Канаби, понимаешь? Математическое, физическое, какое-то... Ну, на самом деле, мексиканцев не переплюнуть. Вот у них есть такое качество дружить вот прям с первого взгляда. Ты можешь даже не догадаться о том, что ты не знаешь человека. Я однажды сел в такси с человеком, ну, то есть с другом, да. Но друг был мне... Ну, как друг, ладно, не очень знаком, но мы усилили. В такси и мне показалось реально, это было недавно, год назад, что они друзья. Я знаю, ты знаешь, что они такие дружелюбные, они общались, как будто вообще в жизни знакомы. Это я, на самом деле, в других, ну, как в латинских странах, таких же жизнерадостных, такого не встречал. Это что-то неприятное. Друзья, первого взгляда, это классно, я тоже, я подтверждаю. То есть, если... То есть, их объединяет и проблема, и радость, находясь там... Слушай, мне кажется, что я немножко понимаю этот менталитет. Вот ты сейчас рассказываешь, я просто понимаю, что это вот у меня так бывает на проекте, дружить с первого взгляда. И это очень весело. То есть, это не то, что они навязывают друг другу общение, это прям наблюдать за всем здорово. И сам теряешь эти границы, вот, и как бы заряжаешься этой энергией, этим настроением. Я вот еще раз, я тебе задам вопрос теперь по-другому. Вот ты так хорошо и глубинно понимая вот это вот все и постоянно наблюдая, ну, как бы впитывая так или иначе. Куда все девалось? Почему ты доезжаешь до Москвы, долетаешь, значит, все это выветривается. Нет, но какое-то время это действует. Остаток присутствует, там, пару недель, месяц, но потом стоит несколько раз спуститься в метро и как бы чувствовать, что вот так вот надо все вести, вот так вот, да, все. И, нет, это, конечно, не так происходит, но это все угнетает. Такое ощущение, что люди просто хотят покончить жизнь завтра. Просто вот каменные лица, вот это вот. И, нет, я на самом деле, на мне это не влияет, но вот это как-то зеркалится, безусловно, неосознанно. Так что, вот так вот, обрусел. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, постараемся в следующий раз, когда мы сядем с вами в метрополитен, не закончить жизнь самоубийством, выходя из вагона и не прыгнуть на рельсы, потому что жизнь у нас, конечно же. Страншная картина, говорю. И об этом все мексиканцы говорят, мои знакомые, которые бывали в Москве, они поговорят, вот это буталы. Им просто страшно становится находиться особенно в метро. Спрашивать у них, куда, как пройти, вообще-то не очень хорошо вот так вот перед иностранцами. Вот у них складывается впечатление, что мы очень суровые, очень злые люди. Ты знаешь, мексиканцам жаль заведомо, но дело в том, что вот я совсем далека от мексиканцев, но у меня складывается такое же ощущение, спрашивать дорогу, я обычно не спрашиваю, я не рискую здоровьем. Я просто достаю тихо, спокойно, с каменным лицом, тоже как заледено, нафигатор. Исследую по гугл-картам. То есть, понимаешь, для чего нужны люди другие в России? Они не нужны. То есть, как бы, они просто как бы такое дополнение к интерьеру. То есть, должен быть час-пик. Час-пик, все, с каменными лицами поехали. Нет, ну, это, конечно, все шуточки, потому что у нас чудесные люди в общей своей массе. Как я говорю, по отдельности, милейшие души люди. Но стоит уже собрать хотя бы двоих, вот замечал, наверное, да, очень тяжело в России собрать компанию. Ну, вот просто даже вот какую-то молодую даже, да, потому что начинаешь вот как-то, ну, с кем-то общаешься, допустим, по отдельности, хорошее общение, собираешь всех вместе, ну, не знаю, может быть, это потому, что у нас еще музыкантская тема. Музыкантская тема, в смысле, мы музыканты те еще, да? Ну, ну, да. Есть потом такое, абсолютно. Ну, да, то есть, как бы я все это время пыталась создать такую какую-то, ну, я не знаю, кстати, вот я не чувствую за собой такого, но мне кажется, что все-таки какая-то душевность должна присутствовать, нужно хотя бы на время складывать свой, не знаю, в ящичек какой-то, ну, то есть, хотя бы на вечерок там можно как-то пообщаться с людьми, но оказывается нет. Я на самом деле не знаю, с чем это связано, я понимаю, что ты говоришь, и я чувствую это, но с чем это связано, это надо подумать. Я думаю, что это комплексы. Комплексы? Конечно. Комплексы. Я думаю, что нужно, знаешь, это вот тоже к вопросу об артисте, есть амплуа, в хорошем смысле слова, то есть, это не какой-то наигрыш, это не что-то выдуманное, это часть как бы человека, но нужно уметь рубильник этот поворачивать. Знаешь, моя старшая сестра, она не пианист, то есть, как бы она архитектор, но, то есть, тоже творческий человек, когда она надо мной немножко подкрунивает, она говорит, Алиса, ну, когда я уже в таком режиме, спрячь звезду, да, то есть, как бы у нас такой должен быть режим, спрятать эту звезду, в хорошем смысле слова, и продолжать общаться, как ни в чем не бывало. Вот так. Ну да, очень часто не любят, вообще не любят действительно в России выскочек, это как-то исторически сложилось. Ну, я не про выскочек, я просто про... Нет, ну, именно, когда вот человек выделяется настроением, или это как-то... в России, кстати, завидуют даже настроению, это правда, можно один раз улыбнуться красиво, и больше никогда не улыбнуться. Не знаю, но, в общем, интересно подумать на этот счет, но я не знаю, с чем это связано. Не только с тем, я уверен, что не только с этим. Ну, мы с тобой, видишь, сегодня спустились на где-то на пластов 10, наверное, на психологию, то есть сейчас публика просто обалдевает. Ну, с той же зимой, как мы уже сказали, то есть люди, находясь... И раньше голода были гораздо сильнее, то есть люди вот как-то вот закрывались, и вот ни с кем не общались, находясь на улице, мерзли, заходя в какое-то помещение, нужно было там передеваться, то есть это вот, это постоянно усталость, тоже как-то, видимо, на генном уровне, сохранилось у людей. Как страшно жить. Ты говоришь про генный уровень, который уже совершенно... Наверное, это размышления просто вслух. Теперь понятно, почему нас пытаются чипировать в первую очередь. Оф, только что случайно открыл тайну этого тайного заговора. Ой, слушай, ну мы вам очень классно пообщались, вот, с тобой, как обычно, интересно и комфортно. Да, это взаимно. Вот, но мне кажется, что нужно тебя отпускать спать. Кажется, но, знаешь, у меня такой режим, на самом деле, должен был работать мне на, именно как раз на такие проекты, я ложусь спать где-то в 4-5 утра приблизительно. Вот, потому что я так подумал, ну, на самом деле, я не знаю, как это работает, но какая разница, когда спать эти 8 часов? Ну, теоретически, да? Ты все равно проспал 7-8 часов. Понятно, что, нет, я сам это знаю, что если я усну в 11, например, до полуночи, да, то я высыпаюсь гораздо лучше. Не знаю, чем это связано с гравитацией, с Луной, но ты, мы ведь перелетаем, например, не знаю, в Челябинск, два часа разницы. И эти 11 часов становятся на два часа вперед. И происходит то же самое. В 11 часов, если ляжешь, ты выспишься лучше, чем если ляжешь сейчас. Для меня загадка. Но вот я решил проверить на себе. Вот, но, честно говоря, нет, на самом деле, не знаю, как у тебя, но после эфиров, как после сцены, я себе, у меня столько энергии, я не могу себе места найти, я не могу долго уснуть. Вот, и, так сказать, хочется, ух. Ну, мне хочется того же самого, абсолютно просто, понимаешь, у меня они каждый день, и как бы, собственно, я уже даже привыкла немножко к этому состоянию. Но ты знаешь, это такая игла, и, кстати, вот хорошо это заметил, это такая тема, которая с нами останется и после самоизоляции. То есть, ну, не то, чтобы я вела эти эфиры каждый день, потому что, ну, я уже всем надоела. Вот, но... Это неправда. Но я думаю, что я оставлю это как такую экстра-опцию для, может быть, каких-то бэкстейджерских разговоров с артистами перед концертами, да, ну, потому что, да, маркетолог во мне, понимаешь? Это интересно. Ну, я всем желаю и тебе, и как бы вообще вселенной, чтобы этот сериал продлился как можно на дольше. Потому что, действительно, как сериал, это очень, ну, мне лично очень интересно, и каждый вечер обязательно, да, зайду. А ты всех знаешь участников, которые появляются? Или есть незнакомцы? Нет, есть незнакомцы, и порой, не порой, очень часто очень удивляют, и очень, то есть, с большим удовольствием я их слушаю. И тем более меня тоже знакомы к мне. Слушай, ну, это большой комплимент, во-первых, тебе спасибо, но я не могу не скаламбурить. То есть, получается, что интроверты общаются с реальными людьми, то есть, как бы, узнают о них информацию посредством такого сериала. Ну, это интересно. На самом деле, люди, на этом и построена соцсеть. Людям интересно следить за другими людьми, как бы, не пересекаясь с ними. Я такой, Марк Цукерберг в юбке, короче, в окнах Инстаграма, да, получается, короче. я рассказываю, еще и, как бы, зная этих людей, ну, как бы, мы с ними общаемся, а кто-то такой, вот, прикольно, так, надо запомнить, так, отличный ответ. Да-да, чувак, я думаю, так же, как и ты. То есть, как бы, все берется на карандаш. Нет, ну, мне приятно, потому что, на самом-то деле, это первая ступень к формированию какого-то, ну, общего такого пространства и коммуны. Ну, то, что ты только что, вот мы с тобой выяснили, что не получается собрать эту команду, но, смех смехом, знаешь, как у меня появилась идея? Вот интересно, что ты думаешь, когда нас выпустят, ну, конечно, я как капитан, позову участников Midnight Loft Online, ну, те, которые в Москве, как бы, сказать, что мы живы друг к другу, вот, на автопатии. А, на автопатии и как-то это потом транспортировать в Zoom, или ты что имеешь в виду? Или просто именно, что, почувствовать сплощение в этом смысле? А, здорово. Знаешь, будет такое ощущение складываться, что мы друг друга уже знаем, даже не знаем. Да, вы будете перекидываться фразами, которые звучали в онлайнах, да? Ну, да. На самом деле, ну, просто это такая тайная мечта, вообще каждый мой сезон заканчивается тем, что, ну, мы не собираемся все вместе, да, ну, как бы, с каждым же так или иначе какая-то есть, ну, там, автопатия, не знаю что, то есть мы стараемся как-то к какому-то такому единению, общению, а здесь вот прямо уже повод есть. Во-первых, ну, такая, как бы, эпопея катастрофы, которую мы переживем, да, во-вторых, как бы, нас объединяет сериал, все-таки все герои сериала рано или поздно встречаются, это нормально, ну, хэппи-эн такой. Я вот сейчас подумал о том, я, конечно, себя в яму сейчас закопаю, но, мне кажется, было бы очень интересно, если бы ты действительно устраивала вот перед концертами или там накануне концертов, как вот сейчас мы с тобой там с каждым участником по 5-10 минут какой-то вот такой скетч, вот разговоры о грядущем концерте или просто о чем-то отвлеченном, чтобы аудитория и таким образом уже настраивала себя, знакомилась. Ну да, но я так и думала накануне концерта, чтобы слишком сильно в стресс людей не вгонять, если ты понимаешь, о чем я. Все-таки им играть день в день и перед сценой я такими вещами не занимаюсь, даже не пройти. Вот, но накануне, когда все равно не спится, как это заведено, в 12 ночи окно распадается надвое и артисты выходят. Только обычно... Да, но если речь идет о сольном формате, это, конечно, проще организовать, потому что один и один. А когда это камерный, ну, опять же, начнется, да, типа камень, ножницы, бумага, кто будет отдуваться, да, в окне делаем, он все говорит, только не я, только я вообще говорить не умею. Это заведено, это просто... Я плохо говорю, я вообще никогда не разговариваю. Нет, я думаю, с каждым... То есть я видел такие эфиры, где там по 15 минут, то есть поделись... Ну, молодец, ты сейчас закопал вообще все камерные. Умница, моя школа. Мне кажется, это было бы очень здорово. Именно с каждым участником. Я говорю, я сам себя закапываю, со стороны, это было бы очень-очень занимательно. Ну, постараюсь реализовать. Я получила от тебя задание. Вот, теперь мне нужно время, чтобы это обдумать, переварить и воплотить, конечно же. Ну, потому что передо мной ставят задачи, и я обычно их выполняю. Ну, с тебя шарлотка, с тебя как бы видео, вот, максимально неприлично, максимально, чтобы махнули, вот, найди уже какой-нибудь там ракурс уже такой достойный. И на минималках, ну, давай, как ты умеешь, бомбани. Ну, сколько можно с актуального контента? Если уже спонос смог как-то атмосферно найти угол, то и да, здесь постараюсь. Ну, хорошо, я тебе желаю, да, успеха в дальнейших твоих экзаменах, вот, спасибо тебе большое за эфир. Спасибо тебе. Было очень тепло и классно. Спасибо, спасибо. Ребята, держимся. Всем доброй, доброй ночи. Доброй ночи. Ох, вообще, классный, да, такой позитивный эфирчик и такое приятное ощущение после вкуса, такое послесловие от меня. Друзья, завтра у нас еще продолжается наш сериал. Конечно, он уже близится к своей развязке, потому что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но подождем, конечно, речи президента, вот, поскольку мы все-таки не знаем, чем эта история закончится в ближайшие дни. Вот, ну, а вам оптимизма, присутствие духа, занимайтесь делами, находите время на отдых, не загоняйте сюда, конечно. Вот, ну и доброй ночи, добрых снов, спасибо, что смотрится, очень приятно. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...